Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из солнечной Испании. Продолжаю листать статистику. Продолжительность жизни – это один из важнейших показателей благосостояния общества. Продолжительность жизни – это один из важнейших показателей благосостояния общества. Посмотрим, как дела с этим обстоят в ЕС. Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС постоянно растет. В среднем европейцы живут больше 80 лет. Дольше всех живут испанцы – около 83 лет. В целом, европейские женщины проживут больше, чем мужчины. Родившиеся в 2021 году женщины проживут около 83 лет, я округляю, а мужчины на 5 лет меньше. Средняя продолжительность жизни женщин в Испании составляет 86 лет, а мужчин – 80 лет. Специалисты говорят, что такая разница обусловлена различными условиями труда. В принципе, это резонно. Секрет долголетия испанцев – это климат, хороший уровень здравоохранения, средиземноморская кухня и здоровый пофигизм. Здесь часто по разному поводу можно слышать «но паса надо, спокойно, все нормально». Пенсионеры в Испании имеют различные льготы. Например, лекарства по рецептам им практически бесплатно. У них льготный проезд на общественном транспорте. Для них скидки на посещение музеев, театров, других развлекательных учреждений. А в зимний период для пенсионеров государство организует льготные путешествия по стране. Таким образом, и пенсионеров увлекают, и дают работу пустующим гостиницам. За Испанией следует Швеция, 83 и 110 года, Люксембург и Италия. Самая низкая продолжительность жизни в ЕС прогнозируется в Болгарии – 71,4 года. В Румынии – 72,8 года. И в Латвии – 73,1 года. Разницу в продолжительности жизни между странами мы можем легко объяснить. А вот разница в продолжительности жизни между регионами внутри одной страны – это удивительно. Например, в испанском регионе Андалусия, откуда я сейчас вещаю, здесь жители живут около 82 лет. А в столичном регионе Мадрид – там живут на три года больше. Аналогичная ситуация наблюдается в Италии. Те, кто живут на юге Италии, на острове Сицилия, у них тоже продолжительность жизни чуть больше 81 года. А те, кто живут на севере Италии, недалеко от австрийской границы, те проживут на три года больше. Интересно. Продолжительность жизни в ЕС увеличивается. И больше всех увеличили продолжительность жизни эстонцы, которые за период с 2000 по 2021 год прибавили 6 с лишним лет. Молодцы эстонцы. За Эстонией следует Ирландия – плюс 5,8, Люксембург – 4,7, Дания – 4,6, Словения – 4,5. Успехи лидеров поразительны. Особенно в сравнении с другими странами ЕС, где в среднем зафиксирован рост всего лишь на 2,5 года. В Болгарии, напротив, люди живут меньше, умирают более молодыми, чем прежде. Ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году оказалась на 0,2 меньше, чем в 2000 году. Считать, что такая ситуация – это результат ряда факторов. Неблагополучная обстановка в здравоохранении, высокая младенческая смертность. И показатели смертности от инсультов в Болгарии выше, чем в других странах. Еще интересные цифры – это данные об ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В 2020 году в ЕС среднее число здоровых лет жизни составило 64,5 у женщин и 63,5 у мужчин. Это число тоже претерпело эволюцию с 2011 года по 2020 год. Оно увеличилось на 2,6 года, поднявшись с 61,4 здоровых лет до 64. Швеция. Швеция опять в лидерах. Швеция – это страна населения, которое проживает больше всего здоровых лет в ЕС. Женщины в Швеции живут в среднем 72,7 здоровых лет, а мужчины – 72,8 целых здоровых лет. За шведами следуют итальянцы и мальтийцы. Тоже молодцы. Интересно, что Даня, несмотря на высокие позиции в шкале долголетия, сильно отстает по количеству здоровых лет, занимая лишь четвертое в хвосте место. Женщины живут в среднем 57,7 здоровых лет, а мужчины – 58,1 здоровых лет. Финляндия выглядит вообще печально по сравнению к шведами. Финны, подтянитесь, взбодритесь. Я даже не знаю, почему такая разница. В принципе, Финляндия делает успехи в пропаганде здорового образа жизни. Там стали меньше курить, больше следят за здоровьем. Но, не знаю, пусть социологи объясняют, что к чему. Почему же у нас увеличивается продолжительность жизни? В силу ряда факторов. Но самым важным из них является снижение младенческой смертности. Вообще, в мире шансы на то, что новорождённые выживут, увеличились с 50% в 2011 году до 96% в 2021 году. В ЕС уровень младенческой смертности снизился с 3,8 смертей на 1000 рождений до 3,2 смертей на 1000 рождений. Ну и, соответственно, за последние 20 лет уровень младенческой смертности в ЕС снизился почти вдвое. Он составлял 6,2 смертей на 1000 рождений в 1999 году. В 2021 году самые высокие показатели младенческой смертности в ЕС были зарегистрированы в Болгарии. 5,6 смертей на 1000 рождений. В Румынии 5,2 смертей на 1000 рождений. А самые низкие показатели в Финляндии, Швеции и Словении. Молодцы! Во всех странах по 1,8 смертей на 1000 рождений. А что в мире? Согласно прогнозам, доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Рожают меньше, живут дольше, население стареет. Ожидаемая продолжительность жизни в мире в 2019 году достигла 72,8 года, что почти на 9 лет больше, чем в 1990 году. Прогнозируется, что дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что в 2050 году средняя глобальная продолжительность жизни будет составлять 77,2 года. Ну а что? А что в России и на Украине? По оценкам бюро населения в 2021 году, ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении в 2021 году в России составляет 76 лет, мужчин 66 лет, а на Украине 77 у женщин и 67 у мужчин. Но начатая в 2022 году война, конечно, окажет свое негативное влияние на эти цифры. Пенсионные программы повсюду трещат по швам. Разовощеких пенсионеров все прибывает и живут они все дольше. Пенсионная бомба тикает. Но это уже другой вопрос. Поговорим об этом в другой раз. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!